О грязолечебнице Киран, расположенной в 35 километрах от города Кяхта, известно более 150 лет. О ее полезных хвостах, помогающих в излечении целого ряда заболеваний, известно не только в Бурятии, но и далеко за ее пределами. В советское время здесь появился курорт с полным комплексом санаторно-курортного обслуживания. В 90-е и 2000-е годы единственный в районе курорт пришел в запустение. До сих пор в разбитые окна не ставлены стекла. В корпусе не работают туалеты. Отдыхающие с болезнями опорно-двигательного аппарата вынуждены пользоваться уличной уборной. Столовая здесь больше напоминает летнюю кухню. Но главное, что возмущает людей, это размер оплаты за подобное оздоровление. Изначально к их 600 рублям была обещана еще и 50-процентная скидка за питание и проживание. Однако на деле все оказалось иначе. По приезду с них потребовали по 1300 рублей за каждые сутки. Нынче нас возмутило то, что была недостовенная информация по проживанию. Мы 20-го числа утром, полдевятого заезжаем сюда. И нам, значит, врач сообщает, что сегодня вышел приказ сверху, а оплата составляет с 20-го числа 1300. Вот это нас возмутило. А услуживание нас устраивает вполне. Не устраивает единственное, что такая дезинформация получилась. Мы приехали как бы на 50% с оплатой, потому что очень много уже уехало народу отсюда. Они не знали, приезжают, им здесь бах в лоб. Говорят, что оплата 1300, они собираются и уезжают. Потому что занять здесь негде. Мы проехали 300 километров сюда. Денег взять негде. И вот все по крупицам, что мы собрали, все это вложили и сидим. Грязелечебница является филиалом Кяхтинской центральной больницы. Сами отдыхающие говорят, что несмотря на все сложные бытовые условия, у них нет претензий к персоналу. А в свою очередь администрация курорта признает свою ошибку. И обещает в самое ближайшее время осуществить перерасчет, который сделает фонд медицинского страхования. К сожалению, отдыхающие не были вовремя проинформированы, что у нас лечебный период продлевает, ну, как он длится, два с половиной месяца. Мы сезон заканчиваем 31 августа. Поэтому те люди, которые заехали после 20-го числа, они не попадают в тот период, который возмещает нам ФОМС. Но мы пойдем на уступки и решим эти, я думаю, 5-6 человек, мы просто вернем, не то что вернем, они заплатят по той сумме, по 50-процентной скидке, которую нам по второй сумме возместит ФОМС. Отмечу, несмотря на все существующие проблемы, курорт Киран при условии поддержки района и республиканской властью имеет огромный потенциал со временем выйти на уровень таких здравниц, как Горячинск и Аршан. Нам Сарай, Нам Сараев, Сергей Петров, Новости дня, Кяхтинский район.